всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале я снимаю видео 14 февраля не знаю когда опубликую скорее всего наверное 15 потому что сегодня у меня достаточно насыщенный день и сегодня смонтировать его просто не успею что у нас сегодня мои любимые киндер молочный ломтик и очень сложно найти я нашла и сразу купила много изначально не собирался сейчас на снимать мукбанг а потом подумала что их много можно даже замутить какой-то мукбанг здесь у нас йогурт рафаэлла все это буду запивать чаем также здесь у нас несквик мой любимый кто как отмечает пишите обязательно в комментариях будет очень интересно почитать здесь у вас есть вторая половинка берегите друг друга садитесь разговаривайте все проблемы всегда можно решить есть у обоих есть желание это сделать если вам это надо и между вами есть любовь пытайтесь сохранить это потому что можно очень долго искать идеального человека а потом просто жалеть что например вы кого-то упустили а если у вас нету второй половинки то она обязательно будет не расстраивайтесь все лучшее только впереди обожаю интересно я смогу сесть всем навряд ли да слишком много со вчерашнего дня точнее нет споза вчерашнего дня у меня в голове идея мы сидели с мамой и мама говорит твой телефон совсем не глючит это уже второй год им пользуешься я так подумала вообще-то не два года а ровно три года я его попал три года назад феврале меня 11 сейчас вышел 14 я его покупал когда он только вышел в общем ровно три года я хожу с этим телефоном и тут мою голову пришла идея его поменять во первых я последнее время начала много снимать шоц по крайней мере стараюсь и мне памяти не хватает у меня на компьютере один терабайт памяти и это просто кайф это можно вообще ничего не удалять у меня все видео есть на компьютере мне иногда кажется что у меня бесконечная память а на предыдущем ноутбуке там 5-7 видео и мне надо было чистить ноутбук удалять все не нужно и так далее здесь вообще почти не заморачиваюсь поэтому все таки в моем телефоне мне не хватает памяти я начала смотреть сколько же сейчас стоят айфоны немного офигела 14 pro max на 1 терабайт стоит 4 с половиной тысячи это очень дорого но когда я покупала айфон себя до этого я пользуюсь андроидом мне в комментариях все писали что один раз купишь айфон потом всю жизнь будешь покупать только его сейчас я настолько привыкла что я не представляю что я перейду на android просто не знаю сейчас купить или когда выйдет 15 взять не знаю сколько это правда я просто видела видео в ютюбе где там показывали айфон у которого сзади здесь экран мне кажется очень круто и такой бы я однозначно хотел но если сейчас возьму себе 14 то через несколько месяцев менять на 15 будет не очень рационально поэтому я думаю что делать здесь памяти маловато особенно когда я снимаю для вас процесс процесс того как я рисую бумажные сюрпризы вы это видите например за 15 секунд а на самом деле этот материал был изначально например час я просто в быстром режиме вам показываю и я монтируете видео шутс на телефоне поэтому желательно конечно чтобы телефона было много памяти когда я брату сказал что я хочу купить телефон за четыре с половиной тысячи он скажет что я чокан ты и в чем всегда говорил я не понимаю людей которые покупают супер дорогие телефона какой в этом смысл я всегда сразу оправдываю все типа я блогер для меня это не пассивы для меня это актив поэтому скорее всего я пойду покупать может аж сегодня хорошая погода на улице а вы пишите в комментариях как вы думаете стоит она того или нет а лучше знаете что напишите в комментариях сколько у вас памяти на телефоне и на сколько вам это хватает например напишите у кого 512 или 256 хватает ли вам по сути я так и планировала я когда покупала свой телефон я думала что я буду им пользоваться как раз таки где-то три года не больше я даже знаете такое желание у меня было чтобы у меня было 100 тысяч подписчиков на тот момент когда я буду менять телефон оказалось что у меня уже 300 тысяч я загадывала вот это я помню когда я покупала три года назад этот телефон у меня было 34 тысячи подписчиков я безумно этому радовалась и даже по моему снимала для вас видео как я его покупаю первые впечатления и так далее но мне какие-то такие материальные блага не могу сказать что они прям сильно меня радуют как-то я спокойно к этому отношусь просто я думаю если у меня на телефоне будет больше памяти я вам буду больше материала снимать все таки что-то удалять это тоже трата времени то есть это нужно еще потому что мало того что шот с видео монетизируется так еще они помогают привлечь новую аудиторию например есть люди которые никогда не смотрели не знают что такое бумажные сюрпризы чисто случайно в шоц они могут увидеть это видео перейти на твой канал подписаться и дальше рассмотреть твои видео поэтому все таки наверное возьму почему мне всегда так если мне в голову пришла какая-то идея прям вот конкретная все мне надо это сделать посмотрела пару видео вилсикомом его тоже на стендапе обосрали что он каждый раз удивляются там айфоном которые по большому счету даже не меняются увидел его обзорчик и он такой объективно говорит но в принципе ничего не меняется все одно и тоже цвета там новые все даже даже хотя планировала что буду исключать сахар из своего рациона когда-нибудь обязательно еще убедительная просьба к моим подписчикам если я в инстаграме ставлю какую-то романтичную песню просто она мне понравилась я ее поставила или в машине снимаю историю с какой-то песни про любовь не надо сразу это ассоциировать с моей жизнью я влюбилась что-то произошло или какую-то грустную песню поставила что-то произошло такого абсолютно нету у меня в жизни может реально что-то плохое произойти я реально могу переживать но в то же самое время ничего не выставлять в инстаграм обычно как раз таки так и происходит наоборот вам скажу когда у меня в жизни все хорошо мне хочется снимать контент мне хочется снимать истории то есть я безумно активная в этом плане когда мне грустно плохо я наоборот не снимаю почему-то мои подписчики как только я что-то ставлю ищет в этом двойной смысл начинают анализировать думать писать мне об этом это говорит лишь о том что вы меня плохо знаете в тяжелые моменты своей жизни я как раз таки исчезаю и из ютюба и из инстаграма но ставить какие-то истории чисто для кого-то это не моя тема блин сейчас зарядка садится на камере прикиньте а я наснимала всего 14 минут я забыла просто камеру поставить на зарядку ну ладно ничего пусть будет такой коротенький мукбанг последнее время мукбанги у нас длинные в этот раз пусть будет короткий ничего страшного вам огромное спасибо что досмотрели это видео до конца еще раз поздравляю всех вас 14 февраля у меня мама тоже сегодня день рождения жизнь прекрасна и в жизни есть абсолютно все если ты захочешь это все будет твоим и и Продолжение следует...